Привет! Привет, давно не виделись. А чё это такое у тебя? О, вроде Серёга. Всем привет! Это канал Слова Пацана. Давайте так, ещё некоторое время назад, помните, каким был вот этот вот паренёк? Давайте просто несколько кадров, каким мы его встретили. Он из очень неблагополучной и необеспеченной семьи. Почти всё своё детство он провёл в детском доме. И сейчас его жизнь с появлением вообще возможностей стала меняться. У него появилась новая работа, у него появилось устремление в жизни, новые одежды, новые друзья. И мы продолжаем эту историю и таким образом стараемся поменять его жизнь, его личность. Это такая трансформация личности. Вообще другой человек. Ну чё, у тебя вообще тёплый весь, да? Ну да. Собрался на вождение, да? Да, собрался. Опаздываешь? Ну вообще, сейчас должен на автобус быть. Ну давай мы это... Воспользуйся нашим автобусом. Нормально? Ты каждый раз на автобусе гоняешь, да? Да, у меня ж признание есть, я ж купил. Чё слушаешь там? А, ничего не слушаю. Уши гришь? Сейчас Серёга двигается в автошколу, у него там занятие по вождению, да? И сегодня же у тебя экзамен ещё. Готов? Не знаю, как получится. Ну ты учил чё? Я учил. Ну все сорок ты точно это учил. В автошколу Серёжа регулярно ходит. Регулярно, да, ходит? Мы же договариваемся с Игорем Евгеньевичем. Игорь Евгеньевич это кто? Это мой инструктор. Нормально? Он жёстко прямо, да. Да? Если я ошибаюсь, он... Ну постоянно же ты ошибаешься, инструктора не слышишь, он будет рычать на тебя. Нет, мне много чего нравится. Серёжа молодец, он говорит, как есть всё. Расскажи пару моментов по поводу работы. Ты пытался всё это время устроиться и даже устроился, да? Ну да. А что в итоге тебе там было трудно и что... Терловато было. Не пошла, да, совсем? Что за работа? Таскать двери, довозить рога, мне таскать пришлось. Такие рога, они большие, на них кладутся такие штуки для дверей. Маленькие, вот ты тебя прикладывал. То есть это грузчик, правильно? Да, там прям придёшь и тебя запрягают прям. Тащи вот это, тащи вот это вот. Это ты самому на дверь вытаскиваешь. Я ж не могу 40 килограммов в дверь вытащить себе. Слушай, а в какой момент ты понял, что всё, ты там не хочешь больше работать? И что ты сделал решение что-нибудь? Во-первых, после первого дня мне было хорошо. Ну если бы не всё болело, да? Ну никак, у тебя так же, но там полегче, вот ты потаскал, что-нибудь лёгкое можешь взять. А там так не получится, тебе постоянно иди вот это вот, возьми вот это вот. Это как бы, конечно же, неплохо, это нормально, но тут момент в том, что есть всё-таки труд, который, ну действительно, ну для Серёжи просто физически невозможен. Потому что работа грузчиком, тем более двери металлические, какие-то там рельсы, я просто видел эти фотографии, которые он присылал, там какие-то, там палец с какими-то этими, ну такими металлическими длинными палками, которые видно, что тяжелые, это просто, ну просто не подходит человеку. А ещё куда-то пробовал строить? В магнит только, одел, волнение было немножко. Пришёл в магазин сам, мне сказали, назад надо выйти, в магазин идти туда-направо куда-то. Я пошёл туда, там ещё газелька стоял, что-то они там выгружали, там ещё, вот, сделал, наверное, отранник, я не знаю, как его назвать. Вот, он мне открыл дверь, сказал, я спросил, ну, куда можно, где я хочу устроиться, куда вот пройти. Сказал, туда вот, открыл мне дверь, я пошёл туда. Семь тут такая большая, полная женщина, я съел, ну вот, начали мы, как-то, диалог. Ну, мы как-то разговаривали, разговаривали, как вы про военный билет начали, я говорю, всё, я ей подскажу, хотя она говорила, типа, может, завтра уже выходить. Скажи, а к тёте Гале чё, бываешь у неё? Только у гостя, у тебя скоро уже урок вождения, познакомимся, постараемся познакомиться с Игорем Евгеньевичем, узнаем у него, как вообще сейчас Серёжа учится, и всё, давайте туда, погнали туда. Серёжа ещё не знает, а с вами поделимся. В этом выпуске у Серёжи будет вообще невероятное путешествие, приключение, он отправится практически за тысячи километров отсюда, от этого города. Ну, это прям, это прям такой, это прям такой интересный этап и интересное знакомство. Обратили внимание, что Серёжа, когда вышел, он был весь укутан, одет вообще весь. Дело в том, что у нас сейчас здесь супер холодно, минус 17 меня показывает на, вон там, вот видите. И просто даже вот, чтобы заправиться, выходить из машины неохота. И нам поможет очень удобный сервис топлива в приложении Тинькофф в разделе город. Тут можно заправиться, не выходя из машины, и даже получить за это кэшбэк. То есть вам не нужно выходить из машины, вот как сейчас, холодно, или там, не знаю, дети в машине. Нужно стоять в очередях, потом не нужно искать карту, её вообще, в принципе, она вообще не понадобится. Надёжный способ оплаты в мобильном приложении банка – банк возвращает деньги, если оплачено больше, чем залито в бак по факту. Очень удобно, что есть оперативная поддержка в чате и реально классная функция, что можно сравнить цены на разных заправках. Но ещё есть прикольная тема, что кэшбэк на первую заправку будет 10%, а дальше на каждую последующую заправку по 2% кэшбэк вы получите. И также есть различные акции и спецпредложения с повышенным кэшбэком. Так что устанавливайте приложение Тинькофф, оплачивайте топливо, не выходя из машины, и получайте кэшбэк за каждую заправку. Ссылка будет в описании. А мы заправляемся, кстати говоря, не выходя из машины, и едем с Серёжей на вождение. Вон стоит 150XP. Ну пойдём. Вот. Он же тебя ждёт, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Рома зовут. Игорь. Очень приятно. Скажите, это наш товарищ. А как он вообще? В целом? Ну как есть, вот прям как есть. Тяжеловато давлю. Срепёшки не очень хорошо даётся. Идёт процесс, идёт. Но маленько тяжеловато. Я его практически каждый день беру, тянул, его тянул. Но есть, но учиться надо долго. Садись. Садись, я вам скажу. Вождение ему интересно. Я чувствую. Чувствую. И так хорошо даётся. У него никакой тяги к машинам вообще в целом-то и не было. Мы просто ему сказали, что это нужно в жизни. Потому что без прав, ну это права у тебя сразу такой бонус. Ты можешь там... Да, однозначно. Это большой бонус. Ну я вам могу одно сказать. Ребята, очень трудно получить права. Да. Очень трудно. Если вы там где-то общаетесь, вы знаете, очень трудно. Мы, наша школа, не бросаем. Если человек чувствует, есть цель, пожалуйста. Хорошо. Мы не бросаем. Всё не зависит от тебя. Сейчас у вас начинается урок. А можно сзади посидеть? Ну, садитесь. Поехали. Ты давай на нас внимания не обращай. Вот. Не волнуйся, не переживай. Значит так. Мы сегодня делаем. Я думаю, надо пробовать город. Как раз, если чтобы ребята посмотрели, как ты ездишь, как ты пытаясь. Какой ты дисциплинированный. Готов? Готов. Сцепление выжимаем. В любом случае, на всякий. Заводим. Сперва заводится автомобиль. Потом делается всё сопутствующее. Если ты остановишься на середине, у них не будет возможности и не правильное расположение транспортно-средственное оборудование. Тоже не сдал. Поехал. Тебе морган. Вот так. Это всё нормально. Во-первых, я считаю, что очень сильно повезло с инструктором. Вы хороший инструктор. Вот. Может, вы при нас сильно не взяли, но иногда с трогием нужно быть. Серега говорил, что вы бываете с трогием. Это нормально. Во-вторых, я просто заметил до стороны. У него хорошо получается вот эти вот, как бы, входить в радиус, повороты. Он как-то это чувствует. Да? То есть, я вообще не переживал. Он разворачивался нормально, чётко. Боязни нет. Это круто. Потому что… Была боязнь. Но, если честно сказать, вот это очень мало. Да, это троечка. Да, я понимаю. Даже не троечка, мне кажется. То есть, это совсем… Не-не-не-не. Троечка. Ладно. Спасибо вам большое. Очень приятно познакомиться. Здорово. Круто. Спасибо. На самом деле, несмотря на всю там критику и так далее, я считаю, что в целом он, ну, довольно-таки уверенно выглядел так, ну, за рулём. Но, в целом, нормально. То есть, не отвратительно. Понятное дело, что, как бы, не ас. Я думаю, он ещё немножко переживал, потому что мы сзади сидели. Когда кто-то ещё наблюдает, смотрит, а ещё и снимает… Просто инструктор говорил ему прямо всё. Включи поворотник. Сделай то, что интересно. Как бы он сам делал, если бы нужно было просто проехать маншрут? Вот это трудно. Если бы ещё подлавливали бы там, типа, поверни здесь направо, налево, где нельзя, как бы он себя вёл. Ну, чё, как самооцениваешь своё вождение в целом? Такое. Такое, понятно. Поехали. Поехали. Короче, зашли мы только что в кафе. Правильно, да? Да. Ресторан. Ресторан. Одну минутку, две звезды я хотела. Да. И только что, вот перекусить произошли, только что выяснилось, что здесь нужны… это мини-влог. Нужны официанты в помощь на празднике, да? Конечно, да. Конечно. В общем, Серёжа заполняет анкету. Сейчас, может быть, получится вариант с работы. Вот так это работает. Поговоришь с директором, а он уже её как бы решит. Главный номер телефона, данные, паспортные данные, можете понять с тобой. А вы его знаете? Серёжа? Нет. Первый раз вижу. Хорошо, вот так вот бывает. Прикольно. Очень нужен человек. А сколько вы… Какая-то зарплата? Ну, смотрите, у нас всего 80 рублей идёт оплата час. Ага. Вот. То есть и плюс питание. Там чайпы и плюс. Я когда сюда пришла, я даже не… Вот я не пью спиртное, да, и не курю. Я даже не знала, как ли оно какое, где называется. У меня спрашивают, что где, а я даже не знаю. Я подхожу, а я не знаю, что это, а я не знаю, что это. Знаешь, у меня вот так вот даже руки тряслись сперва время. А сейчас я подхожу уже в свободном меню, всё говорю, могу рассказать, показать. Это уверенность. Это для тебя уверенность, представляешь? Это общение, это развитие, это может быть какая-то информация для тебя полезная. Здесь очень много интересных людей бывает. Слушай, ты сейчас ищешь работу и тебе как раз… Это общение для тебя. Анастасия, ну вы немножко поддержите его? Конечно. Я тебе помогу, я первые дни вообще помогу. Я могу со своей стороны сказать, просто я Серёжа знаком некоторое время уже, у него есть очень большой принцип плюс, он в целом, он ходит на работу регулярно. Вот, вот это отлично. Не просыпает, вовремя приходит. Вот это самое главное, да. Это важно. Не пьёт, не курит. Да, не пьёт, не курит вообще. Это вообще замечательно. Я тоже не пью, не курю, как бы я тебя поддержу, я тебе помогу, всё, я эту компанию брошу. Вот как у нас все происходит. Мы зашли в ресторан, просто типа здесь покушать, перекусить, разговаривали с салферами, а она говорит, что это будет. Не смываю, ребята, всё. Серёжа выполнит анкету. Вот так это работает. Мы немножко помогли с анкетой максимально, написали хорошее качество, ответственное, старательное, вежливое, веселое написали ещё. Это актуально. Написали места работы, но у тёти Галли так не стали писать, у тёти Галли. Вот, всё, я думаю, что всё будет окей. Надеюсь. От тебя зависит, ты как-то сходишь на собеседнюю. Ну что, мы приехали к автошколе, уже вечереет. Сейчас такой час икс. Через уже сколько? Прямо с минуты у тебя начнёт экзамен? Немного страш, чуть-чуть. Ну, немного волнения. Волнения есть, да? Ну ладно. Короче, сейчас ответственный момент. Я думаю, что это будет показательней во многом, как ты учил билеты. Постарайся максимально. Мы желаем тебе удачи, чтобы у тебя всё получилось. Давай, удачи тебе. Сейчас. Всё получится. А вы сейчас прям... Заш обнялся. А вы сейчас прям узнаете, собственно говоря... Ну, прямо сейчас узнаете, какой результат. Сдал или не сдал вот этот внутренний экзамен, теорию, Серёга. На каком расстоянии до... На каком участке дороги устанавливается этот знак ненаселённого пункта? Ну, отвечай. Я знаю, сколько. Ты сам давай отвечай, как ты знаешь, как ты учил. В общем, мы тут стоим со всеми вместе, кто-то же сдает. И даже вот мы чувствуем такое некое напряжение. Ну, как будто оно здесь как бы витает. Типа вообще так. Ну, такое, всё такое лёгкое чувство. Да, нам не надо сдавать. Вот мы за него переживаем немного, за этого парнишка. А так, вообще, всё ровно. Короче, мы как будто тоже, типа, сдаём. Готов, Серёга, решение на последующий элитарный ад. Здрасте. Чего снял в самом конце, а? На последний партий. Давай, Серёг, удачи тебе. Давай. Давай. Сдай. Всё, пожелал среди удачи. Ну что, сдал? Нет. А что, сколько ошибок? Ну, правильно, большинство правильно. Большинство правильно? Ну, да, я сидел, я не быстро отвечал. Я внимательно читал. Давай так, у тебя сейчас в любом случае будут дни, когда можно, ещё и даты уже определены, когда можно. Две даты есть. Ты уже знаешь, даже уже три мы узнали от этого руководителя. Выучи все эти билеты хорошо, разберись во всех вопросах. А тебе ещё предстоит на днях довольно такое важное путешествие принять участие в одном необычном событии. Ты узнаешь об этом сейчас чуть позже, а вы, зрители, узнаете об этом прямо сейчас. Что-то как-то плохо у меня. Пальцы замёрзли. Мы не помним, как был только что переход до этого. То ли мы щёлкали, то ли мы закрывали. Откроем на все случаи и щёлкнем. Ой. И даже посигналим. Чтобы вы понимали, уже значительно другой день. То есть уже прошло несколько дней с того момента, как мы были в предыдущем кадре. И мы сейчас находимся на трассе. Вчера Серёжа приехал в Москву, переночевал в Москве. И сейчас куда мы едем? Казахстан. На самом деле, Серёга не знает, куда мы едем. Куда ты едешь? Ты смотрел последний выпуск на канале? Про парня. Про Рову. Ну да. Видел? Мы куда-то там все поехали. Вот. Смотри. Мы сейчас с тобой едем в Воронежскую область. К нему. То есть из твоей Тверской области до Москвы. Потом в Воронежскую область. Это много-много километров. Я так думал. Так и думал. Мы едем туда к нему, потому что ты будешь помогать ему по ремонту. Угу. Согласен? Ты можешь отказаться сейчас на полпути до Воронеж. Не, не откажу. Погнали. Согласен. Всё. Интересная еще одна глава в жизни Серёжи. Это приключение такое. Возможно. Это, кстати, работа твоя тоже. По сути. Да, Льву привет передаю. Льву давно привет. Это, по сути, работа для Серёжи пока что. Пока он еще официантом не вышел работать. Всё. Отправляемся в путь в Воронежскую область. Туда. К парню из деревни. Санкт-Петербург Мы оказались в очень красивых местах. Сосновая роща. Вам, наверное, многим о чем-то это говорит. Это те места, где живет Саша. Тот самый герой наших выпусков, про которого мы снимали еще, не знаю, еще первый год основания канала И сейчас, проезжая здесь мимо, мы совершенно спонтанно, заранее это не планировали Решили к нему заехать, его проведать Его тоже предупредить не успели Но Сережа про него знает, Сережа будет, наверное, интересно познакомиться А мы просто его проведаем Итак, с ним общаемся, переписываемся, созваниваемся Он по WhatsApp отвечает, голосовые слушают Классно Заехали, купили немножко сладостей А можно нам максимально какие-то сладости распечатать? А можно отойти еще, пожалуйста, к нам в 41 размер, одну пару? Купили еще теперь Сереже эти сапоги И с полным боекомплектом едем к Саше, сейчас займем к нему в гости На самом деле, вот Клэп и Лавочке мы познакомились с Сашей Для нас это, наверное, одна из самых особенных историй И самая такая трогательная, что ли Для наших новых зрителей Саша – герой ранних выпусков нашего канала Он ничего не видит и раньше ничего не слышал Он общался с людьми через буквы на своей ладони Вы только вдумайтесь, чтобы что-то ему сказать Ему писали буквы на ладони Но несмотря на это, Саша всегда был веселый и позитивный Для многих он стал примером и мотиватором Нам удалось сделать, казалось бы, невозможное В Москве ему была сделана операция Ему вжимили имплант И теперь он слышит За годы съемок Саша стал нам другом По сути, такая история с самого начала канала Поэтому, для нас, мы тогда еще такие Не знали вообще, как человек, как мать, что делает Как этот YouTube работает И вот оно все вот здесь вот происходит В этом самом месте Пойдемте внутрь Ему же сама, да? Это та самая собака, которую мы в то время привезли из приюта Сюда, куда Юлия Саша Будет очень обломанно, если именно эта собака меня запнет Там работает телек Мы спонтанно, здрасте Мы не планировали, здрасте Проходи мне к тебе Саша, дома, да? Воню Купается Купается, это хорошо Здрасте С Новым годом, это ребята Вас тоже Здрасте Мы на часочек буквально Ну не больше Так просто Победается Ну а вы хоть чаек поставите? Чаек можно, да Дальше Мы мимо проезжали Здесь Едем дальше В Ларожевскую область А это Сергей зовут парня А он же был у нас уже? Нет, этот не был Был другой Сергей Да? Да Не помните? Тут папаша Но они отличаются Да, да Они кардинально отличаются По всем параметрам Привет Привет Здорово Здорово Ты кто? Рома я Рома, чё такой маленький? Ну такой Я вниз расту Чё? Я вниз расту Всё меньше Меньше ставлюсь Меньше став? Да Как он лучше? Ну вот так вот Здорово Здорово Димка Да Димка Что-то надо Ай-яй-яй Мы приехали Сейчас другом С нашим Каким другом? Серёжа зову Только другой Серёжа И тот, который Нет Другой Нет, да, другой Базырком меня Я его с ним Вот Я вон Привет Серёжка Да Чё себе? Чё такой маленький? Да не, я пыль Сыряшу Мы были проездом Мы едем в Воронежскую область Я тоже пылью Поехали С пыльчатом Нет Согласен Вот Мы проезжали мимо тебя здесь И поэтому заехали Мы даже не думали, что у нас навигатор здесь как-то построит маршрут Рядышком ехали Как дела у тебя? Потихоньку нормально, отлично Слышишь как? Нормально Смотри, Жа Тебе сколько лет? Мне 24 Кем работаешь? Женаток? Нет, ни кем не работаю пока, не женат Ну нет Серёжка Машину держишь, собственно Машину, собственно, держишь? Не, не, не А на права я сдаю Кого? На права На права, ну? Да О, хорош Слушай, чётко вопрос стоит Работаешь Женат Машину держишь Прям всё, смотри, как это Покажи гантели свою Покажи гантели Пусть там Покажи Видал, видишь, Саша, он не с половиной Возьми Дай Серёде поддержать Ну я не возьму так Почему? Нет, двумя руками не с дорогой Ооо Пусть это вонс, нормально А одной рукой возьми Мы теперь с тебя полноценщик Да Чё? Одной рукой возьми Одной вот по центру Как он держал так же Можешь ты? Другую руку Ну, вверх попонять, сможешь? Нормально Ну, смотри, видишь? Саша, вот это тоже классный для себя момент Вот он здесь сидит И занимается спортом Ну как, как может Да, это здорово Всё, можешь обысить И положить, благодарность Как? Крепкий он? Ни фига себе Бунда мне Нормальный? Сколько сейчас весишь, кстати? 50 Ровно 50 ровно Было 44 Плюс 6 кг с нашим знакомствам Хорошо Понял, Мамыш, вот так вот Посильнее будет? Конечно Давай проверим, что сильнее Я уже Немножко много кастомую Давай, где? Может быть, так сядь? Вот так, да? Садись Садись Да, вот так вот А ты, смотри, только на кота не сядь Покорай ты Ну, или сейчас стул принесём Давай, один и второй Садись-ка Так, давай Все Дай попробую Чешу Так, раз Два Три Ну, или сейчас Но если бы Когда он поборзил А, не, не, не Давай, Серега, не сдавайся Серега, давай Давай Давай, Серега, давай Давай Ничего Давай, Румка Давай, давай 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 Не будешь Раз Два Три Пок cient Илья, ну как? Красава. Синь, больше. Значит, а как тебе знакомство? Наверное, это необычно, да? Да. Мы когда только познакомились с Сашей, мы увидели, мы ему потом штангу подарили, гантели вот те вот сборные-разборные. У него стремление было большое, спор. У тебя нет гантелей, без проблем. Хочешь? Если будешь заниматься, блин, с она им вообще не зержавеет. Ну что, Саш, мы поехали. Рады были тебя видеть. Приезжай, ты передавал, ты будешь что, проверь. Хорошо. Спасибо, что приехали, приехали. На самом деле, вот я так вспоминаю, сколько же всего было здесь в этой истории. Мы когда только встретились, все так как-то начало, поехало, пошло, поехало. Был кредит, помните? Эта проблема решилась. Потом здесь было печное отопление в этом доме. Эта проблема тоже решилась. А потом только мы поняли, что можно не просто Сашу радовать какими-то яркими эмоциональными моментами, какими-то там, да, вот играть на его вот этих чувствах осязания, а вообще, возможно, вернуть ему полностью слух. И это тоже свершилось и сделалось. Вот такая вот история, которая происходила на ваших глазах, которая, по сути, ну, в такой своей яркой стадии завершена. И сейчас отсюда продолжаем дальше свой путь, везем Сережу за новыми приключениями теперь в его жизни. Все, Сань, давай, пока. До свидания. Я просто, Сережа, открою дверь, потому что это как-то так. Садитесь, Сергей. Садитесь. Нет, вы садитесь, давайте. Еще, еще, еще чуть-чуть. Еще. Да куда? Ну, еще три раза. Раз, два, три. Вот, теперь все. Еще разочек. Все, вот. Класс. Там, кстати, отлетело еще чуть-чуть. Ну, что, мы подъехали. Привет. Знакомься, это твой помощник. Подсобный рабочий, который будет тебе помогать. Для тебя эта история, может быть, еще лучше расширить свой кругозор, научиться чему-то новому вместе с Ромой. Ты знаешь про него немножко? Видел? Целуешься, что-то мельком, но... Молодь. В роликах не видел? Нет, смотрел еще. Что ты заплакал? Радствия. Да нет, это просто... Это просто ветер, да? Это у меня вообще... У меня мама инвалид, бабушка. Мне нет. Она сейчас эту квартиру отдает. Вот. Я был сначала в приюте, вот там меня тоже... Убегал я оттуда, вот. Потом он попал в интернат. Это... Это... Фу. Я оттуда убегал. Били меня там... Без телефона меня там били, отбирали у меня. Много, очень много играл. Прям игроманом. Вот. Ну, нелегкая жить, грубо говоря. Ну, я так понял, даже похуже моей. Ну, я думаю, что очень важное различие между вами, что у тебя все-таки тобой занимались, тебя воспитывали. Сережу не воспитывали вообще. То есть, с самого детства он был предоставлен сам себе, по сути. Но мы вообще обратили внимание, что здесь между вами очень много сходства. И много, наоборот, каких-то вообще совершенно разных моментов. И там, и там мы проследили момент с турниками. Вот ты круто подтягиваешься. А Сережа еле-еле смог потянуться два раза. Но потом двадцатку сделал. С раскачкой, правда. Ну, я сейчас тоже пока не в форме, так что я не скажу, что я круто тропинулся. Это очень интересно, потому что здесь... Почему мы привезли сюда Сережу? Потому что для него это возможность немножко расшириться кругозор. Ему это важно. Это самая дальняя поездка в его жизни, по сути. Правильно же? Блин, ты нигде не был, кроме Тверской области, да? Ну, и Москвы еще. Москва-Ангрия. Да, вот. Плюс ко всему, для Сережи это классная история для того, чтобы, ну, чего-то научиться даже от тебя в плане ремонта. А для тебя, что Сережа тебе просто поможет и подсобит. И вместе, я надеюсь, что вы найдете общий язык и подружитесь, и все у вас будет круто. Я думаю, мы найдем. Ну что, зайдем внутрь? Нет, я вас не пущу. Слушай, Сережа, я тебе историю расскажу. Давно уже были ребята, приезжали ко мне в гости с другим Сережем. Ну, когда мы обалдели, на улицу вышли, я говорю, поздоровался с ним. Говорю, Серега? Он говорит, да. Я говорю, москвич? Он говорит, да. Я говорю, ну, 412-й. Машина такая, москвич 412. Ну, во. А знаешь, знаешь, эту группу певцы, парень и девушка были. Парень ей говорит, давай я буду тебя на жену свою, на девушку. Говорит, я тебя буду называть Евой. Она спросила у него, а почему Ева? Он говорит, потому что у меня бабушка была, Ева. Я тебя буду называть Ева. Она согласилась. А потом она ему отвечает, а давай я тебя буду называть москвичом. А он спросил, а почему москвич? Она ему отвечает, а потому что ты у меня 412. Хороший анекдот.